дорогие друзья всем доброго дня добро пожаловать мое новое видео сегодня у нас шоппинг влог как вы уже догадались первый бренд массимо дути и давайте без всяких предусловий начинать я уже нахожусь примерочной покажу вам свой образ на мне шелковые брюки от бренда лава сумка шанель балетки у меня тоже шанель шерстяной кардиган от бренда zara показывала вам в прошлом видео о покупках и сейчас я уже взяла несколько вещей на примерку так что давайте начинать и примерять первый образ это белая блуза и велюровые брюки очень интересного сложного цвета на сайте этот цвет называя за светло-зеленый но на мой взгляд это серо-зеленый цвет несмотря на то что это необычный цвет мне кажется его будет очень легко комбинировать с другими цветами эти брюки идут без пояса то есть пояс у них цельнокройный и застегиваются они сбоку на молнию брюк нет карманов вот такая у них длина примеряя с босоножками эти брюки и очень красивая блузка на мой взгляд что-то наподобие шелковой состав посмотрим потом это блуза молочного цвета она не белая белая также есть наличие но мне больше нравится молочный цвет потому что его также легко встраивать гардероб нежели белый и тем более белая блуза иногда может выглядеть слишком торжественно а блуза молочного цвета мне кажется подойдет как и для праздничных случаев тут зависит все от аксессуаров и также можно надевать ее и на каждый день хочу обратить ваше внимание на длину при моем росте на невысоком каблучке вот посмотрите до середины каблука доходит цена блузы 50 евро примеряла в размере м цена брюк 129 евро примеряла в размере с состав брюк 98 процентов хлопка и 2 процента металлической фибры также к этим брюкам можно приобрести жакет жакет укороченная модель однобортный и у жакета отложной воротничок вот видите по бокам имитация карманов с клапанами такой фасон жакета довольно демократичный и несмотря на то что это велюр мне кажется его можно надевать джинсами даже на каждый день в том числе как и весь костюм мне кажется также можно носить на каждый день только заменить обувь допустим на какие-то кроссовки или кеды взять в руки какую-нибудь повседневную сумку возможно даже шопер и большой плюс в том что этот бархатный костюм не черного цвета потому что черный цвет ну я думаю что мы все понимаем что он больше конечно подходит для каких-то торжеств а вот такой вот костюм вполне для каждодневной носки и в том числе для торжественных случаев с другой обувью вот как у меня сейчас босоножки белая блуза другая сумочка там какой-нибудь клатч нарядные аксессуары какие-то серьги может быть со стразами и образ уже будет нарядный также этот жакет можно надевать на голое тело при этом застегнув на пуговицы жакет стоит 80 евро примеряла в тридцать шестом размере состав внешней ткани точно такой же как у брюк а подкладка 44 процента модала 8 вискоза остальное синтетика да и не сказала состав блузы стопроцентная вискоза следующий образ это брюки и топ брюки черного цвета с люрексом но люрекс знаете такой он мелкий такой ненавязчивый и очень элегантный мне кажется тоненький поясок на брюках по защипчику с каждой стороны и есть карманы брюки также застегиваются на молнию сбоку поясок на брюках немножко знаете как тянется но вроде бы резинки там нет но все равно такое впечатление как будто там резиночка топ фактурный посмотрите как он выглядит я его надела на выпуск потому что у него такая плотная фактура ну не то что плотная но из-за вот такой вот фактуры он как будто бы немножко вот стоит колом и заправить его будет некрасиво он будет топорщиться не знаю насколько понятно я объяснила длина брюк тоже видите как у предыдущих то есть до середины каблука невысокого при моем росте напоминаю метр шестьдесят семь не знаю почему они стали такую дело длину вот мне хотелось бы чтобы эти брюки были прям в пол тогда бы они смотрелись совсем по богатому потому что сама ткань у брюк роскошная как раз для здесь сейчас вы можете увидеть вот этот люрекс стоят они 80 евро состав 62 процента вискоза 38 полиэстера примеряла я их 36 размере а топ стоит 50 евро примеряла в размере с его состава 29 процентов шелка 61 полиамида и 10 процентов металлической фибры сейчас я эти же брюки дополнила светлой блузой и мне кажется просто шикарно выглядит так можно встретить новый год и так можно пойти даже на корпоратив так можно пойти и в театр но мне кажется отличный образ нейтральный и в то же время нарядный в таком образе точно никогда не будешь выглядеть чересчур вычурно или переодетым что называется и такие вещи мне кажется смело можно брать во первых их легко комбинировать а во вторых они будут можно всегда смотрите я сейчас вот эти вот брюки надела с черным кардиганом так точно можно встретить новый год в загородном доме допустим надеть какие-нибудь браслеты или какое-то крупное колье или крупные серьги в общем какие-то нарядные аксессуары и прекрасно этот кардиган из стопроцентного кашемира очень мягкий очень приятный абсолютно не колется но в общем то кашемира никогда не колется но сейчас все может быть поэтому я акцентирую тоже на это внимание и этот кардиган та вещь которую вы будете носить потом повседневной жизни и сейчас с этим кардиганом я решила померить юбку в пайетках но вот лично мне пайетки немножко надоели но вот эта юбка во первых у нее очень красивый цвет очень трендовый и такой цвет не всех красит если его использовать у лица а вот в качестве юбки по моему отлично и я надела с кардиганом чтобы немножко приглушить пафосность этой юбки и знаете так немножко приспустила плечо ну вот если к примеру праздновать новый год дома или в таком месте где не требуется быть слишком нарядным то можно использовать такой прием как у меня сейчас например очень нарядная яркая такая блестящая юбка и спокойный кардиган либо это может быть джемпер на ногах туфли или босоножки и конечно же в этом образе я бы использовала какие-нибудь такие заметные нарядные аксессуары эту юбку я примеряю в тридцать четвертом размере просто моего размера не было но надо брать своем размере она мне плотновато все-таки юбка это без пояса сзади вы могли уже видеть разрез имеется и у нее очень хорошие пайетки гладкие не торчащие как бывает zara или h&m юбка стоит 100 евро и подкладка в этой юбке 51 процент лиоцело и 49 вискозы это очень хорошо ну а вверх стопроцентный полиэстер но здесь нам больше важно конечно подкладка нежели вверх кардиган стоит 159 евро и это стопроцентный кашемир но если мы хотим принарядиться то с этой юбкой можно надеть вот такую блузу наподобие шелковой или даже шелковую будет смотреться уже более нарядно но в то же время тоже не ту матч мне кажется вполне спокойно хочу еще обратить ваше внимание на размер размер блузки я взяла в размере m но она очень большая надо брать своем размере или может быть даже на размер меньше если не хочется слишком большого объема мне кажется даже если взять на размер меньше она все равно будет оверсайз теперь я взяла например к платьям платье в бельевом стиле цвет такое приглушенное золото я взяла в размере s но надо брать на размер больше так она будет сидеть мне кажется, намного красивее, нежели сейчас, как сейчас на мне. Вырез на спине довольно глубокий, где-то до середины спины. Это платье можно надеть на любое торжество, в том числе на Новый год. Если прохладно, сверху накинуть какой-нибудь жакет, в том числе кардиган. Также в этом платье можно пойти вечером в ресторан, то есть оно не выглядит слишком нарядным. Тут, опять же, все будет зависеть от аксессуаров, которые вы подберете. Стоит оно 90 евро, примеряла в размере S, но нужна M была, 100% полиэстер. Вот сейчас я сверху на это платье надела жакет велюровый, который примеряла в начале видео, но, на мой взгляд, подобный жакет, вот именно фасон этого жакета немножко простит этот образ. Но, опять же, если стоит задача не слишком быть нарядной, то, мне кажется, вот это тот самый вариант. Не показала вам, что этот жакет на подкладке. Но по цвету этот жакет очень хорошо подходит к платью. Но сейчас я сверху на платье накинула кардиган черный, немножко так приоткрыла плечико с одной стороны. Ну, это для такого вечернего образа, для нарядного, для более нарядного. И, кстати, на это платье можно сверху надевать какой-нибудь джемпер, даже с высоким горлом. И тогда это платье будет выступать в роли юбки. Так что, если у вас в планах есть приобретение подобного платья, можно присмотреться к этому варианту. Следующее платье бархатное. Платье без бретелек, но очень плотно прилегает. Я взяла его в размере S. И, знаете, оно мне мало, потому что ткань вообще абсолютно не тянется. Его нужно брать на размер больше. Сзади у этого платья есть разрез. И это платье не из гладкого бархата, то есть ткань не гладкая, а немножко как такая пожамканная, как сжатая. Сверху на лифе есть резинка, которая не позволяет лифу соскальзывать. Это, кстати, всегда очень удобно в подобных фасонах. И мне кажется, подобный крой и то, что ткань не гладкая, а немножко такая сжатая, это все успокаивает напыщенность бархата, такую пафосность, и делает платье более применимым. Мне кажется, это, как говорится, маленькое черное платье, которое никогда не помешает в гардеробе. Вот, смотрите, показываю вам вблизи вот эту ткань. Она, кстати, не цепляет ничего на себя. Хорошее качество. И стоимость этого платья 100 евро. Примеряла в 36-м, но еще раз напоминаю, на размер больше нужно брать. 90% хлопка и 10% металлической фибры. И вот эти босоножки, которые были у меня на ногах, они из коллекции Massimo Dutti Studio. Босоножки бархатные. Бархат тоже, видите, такой неровный. И каблучок тоже также обтянут бархатом. Высокий каблук. Форма каблука тоже такая интересная. Немножко заквадраченный мыс подойдут для широкой ноги. Стоят они 100 евро. И мне кажется, они немножко большимерят. Ну и тут, конечно, надо учитывать то, что они тканевые. Не для каждого города это подойдет. Следующие вещи, которые я взяла на примерку, это брюки и топ. Топ состоит как бы из двух топов. Первый нижний слой светлый. И сверху прозрачный топ из органзы. Оба топа застегиваются сбоку на молнию. Но топы не разъединяются, они сшиты между собой. Брюки с эффектом травки. Сейчас это очень модная фактура. Подобные ткани сейчас применяются и на брюках, и на блузах. Брюки застегиваются на молнию спереди. Пояс у них цельнокройный. Посмотрите, какая длина у этих брюк. Ну, я сейчас в обуви без каблуков, в балетках. Поэтому длина даже длинновато. Мне кажется, подобные брюки можно носить даже на каждый день. Просто они придадут образу, какую-то изюминку. Стоит брюки 80 евро. Примеряла в размере 36. Это 100% полиэстер. А топ стоит 60 евро. Также примеряла в размере 36. Верхний топ это 100% ацетат. И нижний топ 100% шелк. Так что по ощущениям для тела он очень даже комфортный. Я оставила этот же топ и вниз надела брюки молочного цвета. Что-то наподобие сатиновых. Брюки очень классные, но здесь мне не хватило длины. Смотрите, ну что это такое? Хотелось бы, конечно, чтобы эти брюки были в пол. Но здесь, конечно, можно отшить, наверное, сантиметра 3, я думаю. Но если уже с моим ростом брюки короткие, то я не знаю, что делать девушкам, которые выше метр семидесяти. Но это просто такое впечатление, что они экономят ткань. Но тем не менее, если вы девушка невысокого роста или, допустим, вам не лень отшить эти брюки, то я могу их рекомендовать. Брюки очень классные. Прям даже жалко, что они так обрезали длину у них. А нижний слой топа примерно такого же света, как брюки. И, мне кажется, смотрится очень здорово. Классное сочетание. Брюки стоят 80 евро. Примеряла в 36 размере. И это 100% вискоза. Если, допустим, вы справляете Новый год вместе без претензий, то можно, смотрите, сверху накинуть вот такой вот шерстяной лонгслив. Он и согреет в то же время, придаст образу современность. И классно сочетается как дополнительный аксессуар, скажем так. И он, конечно, идеально подходит по цвету к брюкам. Вот так он выглядит. Смотрите, у него косой срез по низу идет. Полупрозрачный он. Тонкий трикотаж. Немножко пушистенький, но он не лезет. И он очень мягкий, приятный к телу. Абсолютно не колючий. Так как трикотаж тонкий, то его можно свободно заправить в брюки. Не будет никакого дискомфорта. Или в юбку, допустим. Но мне все-таки нравится вот этот асимметричный низ у этого топа. Этот лонгслив я взяла, например, в размере XS. И вроде бы он неплохо сидит. Но если хочется посвободнее, то можно взять в своем размере. Стоит он 70 евро. Его состав 17% шерсти, 50 нейлона и 33 альпаки. И вот сейчас я примеряю этот лонгслив с брюками травка. Тоже очень классно смотрится. Абсолютно такой образ, которым можно ходить каждый день. Использовать на ежедневной основе. Но для работы я думаю, что он не совсем подходит. Потому что верх достаточно прозрачный. И на работе это не совсем уместно. Но встретиться с подружками в кафе и ресторане вполне нормально, я считаю. И еще одна вещь, которую я хотела вам показать. Это дубленка коричневого цвета. У нее акцентная молния. На воротнике есть ремешочки. При желании можно застегнуть. Эта дубленка такая, знаете, увесистая. Чувствуется, что она будет теплая. Но я все-таки люблю, чтобы зимние вещи были немножко подлиннее. Ну вот чуть-чуть, хотя бы сантиметров пять. На мой взгляд. Но это на мой взгляд. Но если, в принципе, не ходите пешком, ездите все время на машине, то это хороший вариант. Дубленка это зимний тренд, который в моде уже не один сезон. И она не собирается сдавать позиции. Так что смело можно покупать дубленку себе на зиму. Стоит она тысяча евро. Примеряла я в размере XSS. Еще захотелось мне показать вам вот такой вот жакет. В общем-то он сделан как бомбер. У него рукавчик зауженный. Видите, таким вот манжетиком цельнокроеным сделан рукав. Укороченная модель. Отложной воротничок. Одноборный. Очень красивая ткань. Сзади у этого жакета по низу вставлена резинка. И поэтому он смотрится как бомбер. Этот жакет не очень теплый. Но мои зрительницы живут в разных климатических условиях. Поэтому я показываю это и для них тоже. В том числе там, где не нужны шубы, не нужны дубленки, прекрасно подойдет вот этот вот жакет. Этот жакет на подкладке. И мне кажется, если я не ошибаюсь, то в Массима Дуте к этому жакету есть юбка. Точно из такой же ткани. Жакет стоит 150 евро. Примеряла я в размере S. Его состав 39% полиэстера, 27% акрила и 26% шерсти. И еще 6% альпаки и 2% других тканей. Еще мне очень понравилась вот эта замшевая куртка. Я сама очень люблю бахрому. У меня есть замшевая юбка с бахромой. У меня есть жакет от Манго с бахромой. И также платье с бахромой. Это тренд, который держится на пике и переходит из сезона в сезон. Бахрома у нас чаще всего ассоциируется со стилями кантри или боха, которые очень актуальны в сезоне 24-25. И что для меня особенно удивительно, что бахрома использовалась почти во всех коллекциях модных домов в 2025 году. Так что если вы любите бахрому так же, как я, то можете смело брать, и вы будете самая модная девушка в следующем году. Стоит эта куртка 300 евро. И примеряла я в размере M. Но если вам захотелось добавить свой гардероб красок, то в Massimo Dutti есть вот такой вот красивый красный жакет. Очень красивого красного цвета. Этот жакет без подкладки. Застегивается он на кнопочки. И это укороченная модель. Этот жакет такого стиля, что его можно легко встроить в образ спорткэжул. Очень хорошо подойдет он для этого стиля. Так что если вам интересна подобная вещь, то можно присмотреться. У жакета хороший состав. Это стопроцентная шерсть. Стоит 129 евро. И примеряла я размер M. Это ценник не от него. Еще в Massimo Dutti есть вот такие большие сумки. Мне понравилась сумка замшевая. Хотя есть и кожаные варианты. Внутри есть карманчик. Сумка без подкладки. Застегивается на магнитик. Стоит 149 евро. Но это супер просто оверсайз. Макси сумка. У нее два вида ручек. Ручки длинные на плечо. И вариант ручек, которые можно повесить на руку. Там допустим хендбэк. Еще есть по бокам кармашки. Видите снаружи. Еще в Massimo Dutti есть более элегантная сумочка. Мне она очень понравилась. Модный фасон у нее. Модель этой сумки что-то между сумкой такса и каким-то ретро-ридикюлем. Но вот то, что здесь вот такая длинная ручка, удлиненная, это как раз современный элемент. И мне нравится то, что у нее такая кожа фактурная. Внутри как раз у этой сумки есть подкладка и есть карманчик. Вот так она смотрится. Мне кажется, очень практичная модель. Во-первых, ее можно использовать на каждый день, потому что она достаточно вместительна. Но из-за того, что у нее такая элегантная форма, ее можно также встраивать и в какие-то вечерние образы. Плюс еще в том, что ее кожа немножко поблескивает, но без перебора подходит как и для дня, так же и для вечера. Еще в Massimo Dutti я обратила внимание на такую форму сумок. Есть два размера. Маленькая сумка, она в черном цвете. И сумка побольше, она уже в таком коричнево-бордовом цвете. Мне вот вариант побольше понравился больше. У этой сумки есть также и длинный ремешочек. Так что ее можно носить через плечо или на плечо. Стоит она 150 евро. А цена маленькой сумочки 100 евро. Вот так смотрится сумочка большего размера. Мне кажется, очень стильно. И даже чем-то мне напоминает сумку Laeva Puzzle. Ну, что-то такое отдаленное. Но, тем не менее, сумка хорошая. Сейчас давайте зайдем в H&M. Здесь я хочу посмотреть бижутерию. Я люблю покупать бижутерию недорогую, потому что мне очень часто хочется менять, добавлять в свою коллекцию какие-то трендовые вещи. Да, у меня есть, конечно, бижутерия и люксовая, но ее, конечно, уже так часто менять не будешь. И как раз вот такой вот дешевой бижутерии можно разбавлять и дополнять свои образы. Вот эти серьги-кольца плетеные очень даже симпатичные. Это бижутерия в серебристом цвете. Сейчас очень актуально. Подобные модели Серег тоже продолжают быть модными. Сейчас они уже имеют множество модификаций. Вот, допустим, немножко другая форма уже, видите. И такие модели очень хорошо использовать на каждый день. Они не массивные и очень такие минималистичные, легко вписываются в любые, мне кажется, образы. Тренд на жемчуг все еще продолжается. И вот в H&M можно приобрести вот такие вот недорогие бусики всего за 8 евро. И также есть точно такие же бусы, только с более мелкими бусинками. И мне кажется, их можно купить в паре и носить вот, смотрите, как здорово смотрится. Одни бусы застегивать более высоко, а другие делать подлиннее. Из металла золотистого цвета мне понравились вот эти серьги. Посмотрите, как они круто смотрятся. Подойдут даже для какого-то нарядного образа и всего за 9 евро. И вот эти серьги очень красивые, что-то в виде или крыльев, или ракушек. Посмотрите, как они классно смотрятся. Качество у них, конечно, средненькое. Некоторые серьги я ношу год-два, не больше. Вот смотрите, какие есть тоже симпатичные сережки под жемчужины, сердечки и в такой деликатной золотистой окантовочке. Также есть еще минималистичные подвески с тоненькими цепочками. Можно даже купить несколько и носить одновременно. Посмотрите, какие аккуратненькие кулончики. Я думаю, что вы знаете, но хочу напомнить, что подобную бижутерию нельзя мочить. И вообще бижутерию нежелательно мочить, но дешевую тем более. Это сокращает срок ее службы. А если пользоваться ей более аккуратно, то она прослужит, ну вот как я говорю, у меня год-два в принципе нормально. Но больше мне и не надо. Дальше я хочу покупать что-то новое. Точно такие же подвесочки есть на цепочках серебристого цвета, то есть в белом металле. Вот смотрите. Но мне вот больше нравится черное сердечко. Смотрится оно, мне кажется, поинтереснее. Вот такая вот жемчужина. Посмотрите, какая классная, слушайте. Мне очень понравилось. Следующий магазин у нас Zara. Меня все еще никто не может остановить. Я продолжаю примерять шубы. Потому что шубки у Zara выглядят очень даже достойно по такой минималистичной цене. Посмотрите, какая симпатичная черная шубка. Ее даже можно использовать для каких-то вечерних образов, когда нужно что-то накинуть на себя. На деле какое-то вечернее открытое платье и вот такую вот шубку. Она на подкладке смотрится прям супер. Стоит она 60 евро. По размере M примеряла. И точно такая же шубка есть в коричневом цвете. Мне кажется, что вот этот коричневый цвет мне идет больше, чем черный. Очень стильные шубки. И мне кажется, это достаточно практичная вещь. Ее можно постирать, просто элементарно даже засунуть в машинку и там постирать. Достоинства таких искусственных шубок в их цене. Они очень доступны. И большая вероятность того, что можно иметь не одну такую шубку, а две или три разных цветов. Менять. В зависимости от своего наряда или настроения. Эту шубку я сначала взяла в размере M. Но как-то она почему-то была большая. И я заменила ее на S. Обычно подобные шубки я примеряю в размере M. Но это как-то большимерит. Еще в Zara есть вот такая вот, не побоюсь этого слова, роскошная белая шуба. Естественно, тоже из искусственного меха. Она двубортная. Застегивается на крючочки. Классно смотрится. Она уже, знаете, потяжелее. И чувствуется, что она, в общем-то, теплая. Конечно, для морозов минус 20 она не годится. Но для европейской зимы вполне. Видите, она имеет подкладку. Очень красивая шуба, на мой взгляд. Стоит эта шуба 129 евро. И примеряла я ее в размере M. Еще очень симпатичная шубка. Вот такая вот серенькая, пушистенькая. Она без воротника. Тоже коротенькая. Посмотрите, какая милая шубейка. На подкладке ее тоже можно использовать в вечерних образах. И с джинсами, в том числе в повседневном аутфите. Стоит она 60 евро. Примеряла в размере S. Но S маловато. Смотрите, какие появились Zara шапки. Мне, конечно, совсем не идут шапки. И вообще я не люблю. Но покажу. Возможно, кому-то понравится. Стоит эта шапка 20 евро. Примеряла в размере S. Есть еще M. И есть вот такая шляпка с полями. Ну, тоже я, конечно, смешная. Но, кстати, многим девушкам идут. Мне кажется, что очень даже симпатичная шляпка. Классно смотрится. В размере S примеряла. 23 евро стоит. Кто еще не купил слинбеки, но хочет, обращаю ваше внимание на вот такие вот Zara. Очень красивый цвет. Это невероятно трендовая модель, вдохновленная брендом Miu Miu. Стоят они 30 евро. Это не натуральная кожа. Но туфельки очень даже ничего. Можно обратить внимание. И также к ним сразу же можно приобрести сумочку. Смотрите, какая красивая. Стоит эта сумочка 23 евро для вечернего образа. Ну, в принципе, не только кто любит ходить с маленькими сумочками. Мне кажется, вполне. И тоже она выглядит очень даже хорошо. Не дешево. Не смотрится на 23 евро. Застегивается она на две магнитные застежечки. Очень красивый цвет. Подходит как раз к этим туфлям. И точно такая же сумочка есть черного цвета в лакированной, хотела сказать, кожи. Но это не кожа. Стоит она также 23 евро. Но эта сумочка, мне кажется, выглядит уже более вечерней. Мне кажется, для вечерних образов ее вполне можно приобрести. Есть еще супертрендовые сапоги в Zara. Они такого бордово-коричневого цвета. Супермодный каблук. Широкое голенище. Как сейчас требует мода. С таким невысоким каблучком сапоги можно использовать на каждый день. Это не натуральная кожа. Стоят они 60 евро. Но мне кажется, что если вещь очень трендовая, то не имеет смысла покупать ее задорого. Потому что в любом случае это тренд проходящий. Вот, допустим, как вот такие вот балетки в стразах. Я бы точно не стала их покупать, допустим, в бренде Алоя за сумасшедшие деньги. Стоят здесь они 35 евро. Если очень хочется, можно купить и вдоволь наноситься. Кстати, для вечерних образов очень хорошо, если вы не носите каблуки. Еще мне в Zara понравились вот эти бусы многоярусные. Очень красиво смотрятся. Стоят они 30 евро. Мне кажется, их классно будет надевать под, допустим, рубашку, под ворот. Посмотрите, как они будут украшать. Даже, мне кажется, на этот кардиган, если надеть, он будет уже по-другому смотреться. Еще что-то из Гуччи. Такие серьги-пчелки с жемчужинами за 16 евро. Тоже очень красивые и, мне кажется, стильные серьги, необычные. Вот такое вот колье с подвеской из сердца. Тоже украсит какой-нибудь нарядный аутфит. 18 евро стоит. И к этому колье можно приобрести сережечки. Ну, я бы купила что-то одно, либо серьги, либо колье. 13 евро стоит. Также тренд на два одинаковых браслета сейчас продолжается. И вот Zara предлагает сразу одновременно в комплекте два браслета за 18 евро. На одну руку надеть и на вторую. Еще очень симпатичные ремешочки узенькие с хорошей пряжечкой в меру акцентной. Они в трех цветах. Коричневым, черным и бордовым. Все трендовые расцветки. Посмотрите, как здорово этот ремешочек смотрится. И самое главное, что это натуральная кожа. И его стоимость всего лишь 20 евро. Просто прекрасно. Эти ремешочки есть в трех размерах. 80, 85 и 90. Я себе всегда беру размер 80. В этом, друзья, наш поход по магазинам закончен. Я уже дома переоделась и показываю вам свой вечерний образ. На мне рубашка от бренда Prada. Юбка у меня от бренда Cos. Ремень Изабель Маран. Сумка Givenchy. Туфли у меня от Mango. А эти ажурные колготки я покупала в H&M. На этом, друзья, я буду заканчивать свое видео. Спасибо большое, что провели это время со мной. Пишите комментарии. Также ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там я показываю еще больше различных образов. Желаю вам хорошего шопинга. И, конечно же, до скорой встречи в новом видео. Всем пока! Продолжение следует...